У нее бежит, там и раковина сломана, и все. И вот бежит, там две чеплышки стоит. Однако Людмиле Антроповой из дома по улице Георгиева, 21, даже чеплышки не помогают пережить регулярные потопы. Вода уже повредила часть потолка и кухонной мебели. В гостиной все еще хуже. Огромные пятна на штукатурке возникли из-за того, что в квартире сверху протекает холодильник. Виной всему соседка, Надежда Кашкарова. В этом году уже все невыносимо. Мы ей сколько раз говорили и заставили ее лечиться. Она ходила в наркологическую, вот здесь у нас дневной стационар. Сколько-то не попила она. Потом она, значит, снова начала пить. Типа ей сказали, что у нее цирроз печени. Она месяца два-три не пила. Потом она анализы сдала, это не подтвердилось и началось снова. Из-за регулярных запоев, говорит Людмила, появилась и другая проблема – тараканы, которые ползли через вентиляцию. Как ее запенили, орда ринулась через потолок. Поэтому Людмиле Антроповой приходится травить себя и насекомых порошками, а также обрабатывать все косяки уксусом ежедневно. Однако тараканы все равно находят пути. Тараканы преследуют весь подъезд. Насекомые выползают от своей хозяйки и свободно разгуливают по площадке. Не помогла даже дезинфекция жилья горе-соседки, на которую скидывались жители дома. С вопросами мы обратились к председателю ЖСК. Не слушает и Надежда Кашкарова, которой грозятся не только люди со всего подъезда, но и коммунальные службы, отключившие электричество за долги в 70 тысяч. Выживает женщина, по словам жильцов, лишь с помощью подаяний у церкви, к которой она сейчас пошла. А сейчас почему так сильно пейте? А, потому что меня никто не любит и никому не жалит. Ну это же не причина так сильно напиваться. Ну все, я сейчас приду в нормальное состояние, пойду в психошку, чтобы они меня прокапали и пролечили. И я, что я могу, что я могу, это никогда не нужно. Возможно, даже на меня будут работать. С проблемной соседкой участковый помочь не смог. Поэтому вскоре пошли обращения в жилищную инспекцию Алтайского края и Роспотребнадзор. Но пока они мало чем помогли. Приезжала проверка, вот они там поставили у нас ловушки, я так понимаю, просто проверить, есть ли на самом деле тараканы. Видимо, по нашей фиксации, видеосъемки, фотосъемки не верят нам, что у нас тут полчища тараканов. Однако в первую очередь нужно все-таки разобраться с источником проблем. Поэтому жильцы подъезда уже готовят иск в суд на горе-соседку. Люди хотят, чтобы ее выселили. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.